Большая часть вопросов, с которыми жители Закамьи пришли на прием, касалась споров, которые, в принципе, прямого вмешательства сотрудников аппарата вряд ли требовали. Скорее, люди пытались найти моральную поддержку. Квартиру стали не продавать, пытаться продавать. Я в полицию обращаюсь. Они ничего не делают, не предпринимают. Говорят, это судебное дело. Участковый тоже. Он все время не может, он отнекивается, он отпрыкивается, он ничего не может сделать. И я подала в суд. А вот реальная проблема, с которой на прием пришла Светлана Романова, оказалась для уполномоченного по правам ребенка нерешаемой. Одинокая мама попросила дать место в детском саду ее дочери, которой сейчас два года. Как прожить на пособие в 700 рублей, женщина не может себе даже представить. Хочет выйти на работу, но ребенка оставить не с кем. Однако вместо хотя бы попытки решить ее вопрос, Светлана услышала неожиданный совет. Мне предлагают улучшить свое материальное положение за счет того, чтобы я хотя бы сдавала, допустим, свою квартиру, а себе нашла какую-то меньшую площадь. Это мне предлагает Сопрыкина Надежда Владимировна. Она работает в аппарате управления у Удачины, у Гузель Любисовны. У меня нет слов. Я просто в шоке. Я, конечно, это дело так оставлять не хочу. Причем мало похоже, что это была неудачная шутка, которыми славятся в последнее время защитники прав детей. Этот, пожалуй, самый острый и болезненный вопрос, особенно для матерей-одиночек, омбудсмены заявляют, что не могут решить, ссылаясь на действующее законодательство. Эта категория не относится к льготным. Есть установленный порядок. Действительно, муниципалитет сделал сегодня все для того, чтобы этот регламент работал. У меня нет никаких ни моральных, ни юридических, ни должностных таких прав заставлять сегодня муниципалитет идти на нарушения и в обход очередности других граждан, других детей, просить, входя в положение этой семьи. Почему не попытаться ввести эту категорию в разряд льготников, инициируя поправки в законодательство, мягко говоря, непонятно. Все самые высокие полномочия относительно защиты прав детей были предложены публично и в категоричной форме. Вы очень спокойно живете. Извините, что я так резко высказываюсь. Я думаю, депутаты поддерживают такую остроту и такой подход к этим вопросам. Какие вам полномочия еще нужны? Что вам еще нужно? Обратитесь письменно. Мы готовы рассмотреть? Насколько конструктивны и вообще возможны с морально-этической точки зрения подобные советы членов республиканского аппарата по защите прав детей, возможно, еще предстоит выяснить. Есть предположение, что с федеральным омбудсменом встал вопрос ребром после ряда подобных заявлений. Дмитрий Аверкиев, Светлана Фардеева, Андрей Макаров, телеканал «Эфир».